В детском оздоровительном лагере «Сокол» ликвидировали условный пожар. В преддверии летнего сезона городское управление ГОЧС совместно со службами жизнеобеспечения провело плановые учения. Подробности расскажет Михаил Перетокин. Чрезвычайное происшествие в детском лагере «Сокол» по легенде учений происходит ночью, в самый разгар летних каникул. В непосредственной близости от базы отдыха произошло возгорание. Охранник замечает задымление первым и сообщает об этом директору лагеря. Подается сигнал о начале эвакуации. Повторяю, проверить все домики на отсутствие детей. Вместо детей на учениях студенты Белгородского правоохранительного колледжа. Идет эвакуация в организованных колоннах в безопасное место. До прибытия профессионалов сотрудники лагеря пытаются справиться с огнем первичными средствами пожаротушения. И вот на место происшествия прибывают спасатели. В ликвидации очага возгорания принимают участие все службы жизнеобеспечения. Подразделения Белгорблагоустройства организуют подвоз воды. Лесопожарный центр тушит огонь и производит пропашку опасных участков. На подъезде к лагерю дежурит скорая помощь, а полиция и госавтоинспекция оцепили территорию. С воздуха ход операции контролирует легкий многоцелевой самолет Як-12. Всего в учениях задействовали 8 единиц автомобильной техники, 2 трактора и 4 плавательных средства. На спасательных катерах отрабатывают эвакуацию по воде. В период летних каникул на территории лагеря «Сокол» может находиться до 170 человек. Всего в лесном массиве «Сосновка» таких учреждений 4. Мы знаем, что здесь находится, дислоцируется достаточно большое количество оздоровительных учреждений. В первую очередь, это наши муниципальные детские оздоровительные лагеря. Совсем скоро начинается этот оздоровительный период и в преддверии начала этого периода мы проводим данное учение. Задачами которой является организация координации взаимодействия всех служб, которые принимают участие при возникновении пожаров в лесу. Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, сотрудники детских лагерей будут проводить профилактические беседы со своими подопечными. Объяснять основные требования пожарной безопасности, рассказывать о маршрутах передвижения в случае эвакуации. Прежде всего, необходимо обращать внимание на автоматическую пожарную сигнализацию, находящуюся в этом лагере, а также на передачу извлечения на пульт пожарных ран. То есть передача должна быть в автоматизированном режиме, без участия сотрудников в лагере. Также необходимо проверять на водоотдачу пожарные краны и гидранты, проходить регулярное обучение мерам пожарной безопасности, а также содержать все первичные средства пожаротушения в исправном состоянии. Все вопросы отработаны, общая оценка хорошо. Есть отдельные моменты, на которые надо еще позаниматься. Время у нас есть до начала здравительного периода. Поэтому с заездом детей в этот здравительный период мы будем во всеоружии и готовы отреагировать на любые риски, которые возникают в лесном осеве. Тактика специальной учения в детских лагерях накануне здравительного периода проводится ежегодно. Михаил Перетокин, Андрей Андрейко. К этому часу. Белгород.